Всем привет! А вы знали, что на ваших смартфонах есть одно системное приложение, которое постоянно мониторит все уведомления, абсолютно все уведомления, которые есть на вашем смартфоне, которыми вы пользуетесь? Как раз таки в этом видео я хочу показать, как это дело все можно отключить. Честно говоря, я уже снимал подобное видео примерно полгода назад, но в связи с новыми обновлениями смартфона, в связи с хитростью разработчиков, это приложение, эта системная настройка изменила свое название, соответственно оно включилось автоматически. Вы сейчас офигеете, что я буду дальше показывать. Давайте я так покажу на старом смартфоне сейчас, потом покажу на новой обновленной версии. Эта настройка есть абсолютно на всех моделях. Samsung, Realme, Xiaomi просто в зависимости от интерфейса может находиться в разных разделах телефона. Но вы все найдете, у вас все получится, это 100%. Итак, смотрите, заходим в главные настройки, я спускаюсь ниже до пункта защита конфиденциальности, ниже специальные разрешения. И вот пункты есть, смотрите, адаптивные уведомления, то есть мы сюда заходим, просто берем и отключаем, ставим нет, возвращаемся обратно. Это старая версия. Теперь давайте я покажу, что у нас изменилось на новой версии MIUI, на новом смартфоне. Но это не только от Xiaomi зависит, это на всех телефонах такое происходит. Разработчики всегда хотят контролировать все, что происходит на вашем телефоне. Таким образом они могут подставлять необходимую рекламку, что-то советовать, ну и какие-то свои там бонусы, плюсы предлагать. Итак, заходим в главные настройки, сейчас я вам покажу, это версия MIUI уже 13. Защита конфиденциальности, что хитрые разработчики переименовали эту настройку адаптивные уведомления. Потом специальное разрешение, теперь она называется вот таким образом, и даже интерфейс изменился. Уведомления на устройствах и в приложениях. Вот видите, да, отличия? Адаптивные уведомления и уведомления на устройствах и в приложениях. Там все было просто, вот тут уже по-хитрому. Появились определенные приложения, которым нужно запретить доступ к этому пункту настроек. Безопасность. Отключаем доступ к уведомлениям. Отключаем. Вообще вот тут все должно быть отключено. Все, все, все. Особенно Analytics. Абсолютно все отключено. Громкий усилитель звука. Классное приложение, которое реально увеличивает громкость. Но это такое дело. Кому интересно, можете скачать это приложение по ссылке в описании. Реально увеличивает громкость. Вы офигеете. Сверх потенциала вашего динамика. До пункта репения можно легко увеличивать, потому что разработчики специально ограничивают потенциал динамика, для того, чтобы вы его просто не порвали. Но можно его увеличить в разумных пределах. Заходим сюда. Единственное приложение, которое было у меня подключено, это громкий усилитель звука. Доступ к уведомлениям. Офигеть. Конечно же, мы берем, отключаем, что тут написано. Если вы отключите доступ к уведомлениям для приложения громкости звука, также можете быть отключен доступ к настройкам режима, не беспокоить. Отключаем, конечно же, конечно же, отключаем. Зачем нам постоянный мониторинг, вот как вы понимаете, наших уведомлений. Потому что, смотрите, адаптивное уведомление, абсолютно такая же самая настройка. Нет, да, что тут написано. Смотрим. Приложение уведомления сможет читать все уведомления, в том числе, содержащие личную информацию. Такую, как имена контактов и сообщения. Кроме того, оно получит право закрывать уведомления и нажимать кнопки в них, например, отвечать на звонки. Естественно, что мы отключаем этот доступ. Смотрите, адаптивное уведомление. Тут более открытое приложение, так сказать, признается в том, что оно делает. В этом вот случае, уведомление настройки в приложениях, мы отключаем доступ именно к вот этому приложению. То есть, оно засекречено. Но хитрость разработчиков не имеет границ, я это уже говорил. И давайте сверху вам еще покажу две настройки, которые обязательно нужно пройтись. Первая настройка, в самый низ спускаемся. Сейчас я вам покажу. Изменение системных настроек. Отключите в первую очередь трем приложениям доступ к этой настройке. Это камера, микрофон, аналитикс. Смотрим, я показываю. Диктофон, точнее сказать. Диктофон. Ух ты, офигеть, было включено. Диктофон. Отключили. Камера. Отключили. Так, и аналитикс. Аналитикс. Вот. Обязательный, уже было отключено. Обязательные приложения к отключению. Потом возвращаемся обратно. Изместим на так настроек. И еще нужно отключить пункт. Сейчас я вам покажу какой. Доступ к данным об использовании. Заходим сюда. То же самое. Камера. Отключаем. И вот аналитикс. Тоже отключаем. Что тут написано? Смотрите. Приложение сможет отслеживать. Какие еще приложения вы используете. И как часто. А также определять оператора сети. Язык и другие параметры. Естественно. Естественно. Нужно отключить. В общем-то, знаете. Этому пункту можно отключить вообще всем приложением. Вот. А если вы включаете, то посмотрите, что написано. То же самое. Отслеживание. Использование. Является. Конфиденциальным разрешением. Предоставляя это разрешение, вы ставите под угрозу. Конфиденциальность личных данных и сохранность своего имущества. Список действий доступный приложением с этим разрешением. Анализ предпочтений поведения. Чтение настроек устройства. Я согласен. Конечно же нет. В целом, можете вообще подключать практически всему доступ данным к использованию. Вообще, все вот тут отключайте. Ничего вообще страшного не произойдет. Ваш смартфон будет адекватно. Все четко будет работать. И будет все окейно. Это, кстати, приложение тоже можете скачать. Также я вам хочу показать еще одну настройку, которая находится в разработчиках. По телефоне заходим. Версия MIUI много раз туда кликаем. Пока тут появится надпись, вы стали разработчиком. Возвращаемся обратно. Спускаемся ниже. Расширенные настройки. Для разработчиков. И вот тут тоже нужно отключить одну настройку, которая тоже содействует сбору данных о ваших уведомлениях. Сейчас я вам покажу, где же эта настройка находится. Кстати говоря, что-то я ее не заметил. Если честно, возможно пропустил. Обалдеть, конечно, друзья. Я, в общем, пролистал все вот это. Не нашел этой настройки, которая была в старой версии MIUI на моем смартфоне. А именно вот такая настройка, которую, кстати, ранее мы отключали. Сейчас этого сделать невозможно. Приоритет адаптивных уведомлений. Знаете, когда приходит обновление, допустим, у вас уже стояло MIUI 12.5, 12.5.8. А пришло 12.5.9. То есть с этим обновлением прилетела уже хитрозадничная настройка. Приоритет адаптивных уведомлений. Вот на MIUI 13 вообще этой настройки я не нашел. Офигеть. Они просто скрыли и убрали. То есть изначально можно было отключить. Раз. Потом уже отключить нельзя было. А уже в 13 версии они вообще ее полностью убрали, эту настройку. Но вы сами понимаете, для чего это делается. Просто для того, чтобы полностью контролировать наш телефон. Но мы все, что можем в наших силах, мы берем, ограничиваем. И все будет ок. Подключайте обязательно все эти настройки. И ваш телефон, в принципе, будет больше экономить энергии. Будет меньше фоновой активности. Анализа со стороны этого приложения. Уведомления. И все будет четко. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Отключайте все эти настройки обязательно. Всем хорошего настроения. Удачи, успехов. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok